записывается так добрый день вечер ночи уважаем подписчики гости канала сегодня я с вами влад грим и сегодня мы продолжаем наши подкасты по миру тьмы а точнее по линейке демонов и сегодня у нас гостях несменяемый эйрис конечно же потому что данная линейка вот о чем мы сегодня будем говорить сегодня мы будем говорить об общей истории и хронологии линейки диман за фолом о том как все появилась по этой линейке это к чему это пришло с чего же все началось с библейских времен разумеет но до библейских времен у нас были еще и два таких понятия как пустота и бог собственно с этого все и началось как примерно говорится в библии был бог бесконечность и совершенство и пустота абсолютно ничто и в какой-то момент богу захотелось отделиться эти две сущности были постоянно противоречащими друг другу но при этом постоянно они были соединены и богу захотелось отсоединиться поэтому он создал первый дом ангелов дом рассвета дом который по сути создал такие понятия как бытие и небытие первые ангелы были хоже на что-то вроде бы большого взрыва сленная тогда была еще достаточно многогранный поэтому если спросить каждого отдельного падшего как происходило образование вселенной то услышите кучу разных версий так как то бытие которое не стари она была гораздо более совершенным чем нынешние в котором по миру тьмы мы живем оно было очень многомерным и многослойным потому как они у библейская история про бог сказал и слова его было его волей или про большой взрыв или еще другие научные теории множество научных теорий все они существовали на разных слоях одной реальности и вот первые ангелы создали весь этот каркас бытия в котором последствии и оформилась наша вселенная космос и в будущем планета земля очереди возникли 1 2 3 4 5 6 7 дома как я уже говорил в прошлом подкасте все они отвечали за разные элементы мироздания второй дом дом нарастающего ветра в появившемся космосе они собственно произвели из чистой воли которую проводили дьяволы будущее первый дом они сотворили разделение индивидуальность по сути условно сгустили всю эту космическую пыль образовав ее скопление из которых впоследствии появились планетоиды и прочее прочее формилась материя третьим домом и затем уже четвертый дом дом судеб начал все это оформлять в некий порядок выставлять звезды созвездия планеты на орбиты чертить траектории и все прочее далее у нас на вот этих оформившихся планетоидах ну в частности мы будем говорить наверное о земле поскольку на ней акцентировано внимание далее в ней появились ангелы глубин мириды или ламас как угодно собственно они стали неким изменчивые стали некой изменчивостью в статичности последствия не станут обучать людей искусству и всякому высшему высшему мышлению условно говоря вот дальше после них появился шестой дом дом дикой природы который уже начал конструировать экосистему в плане всей вселенной то есть это были не только животные и растения но и бактерии и прочее прочее что встречается не только на нашей планете хотя в нашей планете она представлена во многом своем многообразии больше и последними когда уже этот будущий райский сад начал подходить к своему совершению были сотворены самые младшие из ангелов ангелы седьмого дома ангелы второго мира ангелы смерти которые отвечали за то что та экосистема то творение которые создали их старшие собратья оно будет обновляться то есть животные будут умирать их тела будут разлагаться и все эти мелкие элементы будут возвращаться в естественный круг обращения а дальше во всем этом оформленном великолепии в этой совершенной реальности многослойной реальности наступил ключевой и можно даже сказать роковой этап когда бог в своем замысле которые передавали первые из ангелов первый дом повелел привнести частицу своей бесконечность бесконечного себя в эту все-таки конечную реальность в этот космос и разумеется эта частица была ничем иным как будущим человеком дома каждый из домов поочередно принес свой вклад в создание этого творения среди всего вернее пенца всего этого творения человека одни ангелы создали тело кровообращение мозг прочее прочее другие же наделили эту глиняную конструкцию дыханием жизни оживили его а первый дом провел как раз таки эту частицу бога в это материальное вместилище оформив это в виде души так появился первый человек вернее не просто первый человек а первая пара Адам и Ева про отец и про матерь человеческого и ангелы полюбили их как родители любят своего ребенка при этом когда они закончили сотворение людей бог отдал им всем новый приказ они должны любить это создание так же как они любят его своего творца но при этом они не должны им показываться и всячески скрывать себя от них человек должен быть убежден что он единственный кто существует на земле ну и собственно это породило некий диссонанс в небесном воинстве но тем не менее ангелы не могли ослушаться пока спустя многие сотни тысячи лет на одном слое или спустя один день на другом слое реальности ахрималь один из младших ангелов судеб четвертого дома не прозрел в будущем некую некую катастрофу катастрофу которая грозила всему творению в том числе и первым людям он обратился к высшим чинам своего дома но те отвергли его опасения ссылаясь на то что творец бы такого не допустил и что это лишь вероятность а не то что неименуемо грядет вероятность которая должна существовать на своем месте однако это объяснение не устроило юно младшего провидца и в своей обители на луне на одном из слоев реальности он созвал малый совет из знакомых ему и и находящимся с ним в хорошем отношении к другим представителями ангелов из других домов это событие называется великим спором там присутствовали Ахрималь Белял Узиил Лейла и непосредственно сам Люцифер они долгое время спорили что же нужно делать с тем знанием которое открылось Ахрималю и в конце концов Узиил отказался чем-либо участвовать а Ахрималь зашел в тупик бесконечного спора с Лейлой пока не явился непосредственно сам первый ангел дельница Люцифер который как они надеялись несет им ответ от самого бога но Люцифер их расстроил потому что он сказал что решение бога не 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 подлежит какому-либо изменению и даже весь хор ангельских голосов не заставит его изменить его это решение и тогда он сподвигнул их к тому что если они любят человечество так же как бога то обязаны защитить его а оставаясь оставаясь безучастными скрываемыми от людей они не смогут этого сделать и поэтому они должны вооружить Адама и Еву своими дарами чтобы те смогли если гластрофа все же грядет а в этом никто не сомневался тот момент то люди должны быть готовы это несколько упрощенный рассказ потому что они там и о природе бога спорили и о природе его решений ну в общем все вышло к тому к тому что в некую в некий момент называемый сумерки Эдема в некую ночь Люцифер и его сторонники предстали в открытую перед первым первыми двумя людьми и там эти семь шесть сторонников с самим Люцифером там там они даровали людям свои дары по каждому дару от одного дома вернее не столько даровали сколько раскрыли людям глаза поскольку первые люди они были в некой степени невинны в том плане что у них не было рационального мышления как у нас как у последующих людей после них по сути они ничем не отличались от животных там был даже пример книжки что когда один из ангелов Рафаил изнемогает того что люди не видят даров которые ну даров и всей той корсты мира которую создали ангелы пытался людям косвенно намекнуть и раскрыть глаза он сочинил с помощью птиц с помощью журчения воды с помощью раскола скал и звука ветра проходящего через них мелодию и в обозначенный момент на который потребовались столетия чтобы естественными процессами всего этого добиться и на какой-то момент это все произошло люди это все увидели услышали но Адам съел одну из птиц а Ева только обратила внимание на дерево в поисках плодов ни музыка ни красота которая перед ними была неинтересна только то что нужно для выживания животному то есть еда ну и собственно в эту ночь людям были дарованы дары осознанное мышление некая рациональность другие ангелы пообещали не пообещали а сказали что дневные хищники которые находятся на других животных на вас не охотятся потому что мы их удерживаем прочее прочее в общем они раскрыли правду о себе людям а затем грянул рассвет уступил новый день в райском саду и с новым днем пришел и ответ с небес чё там охренели совсем да буквально а небеса нахмурились и спустился Михаил вместе с остальным оставшимся верным ангельским воинством и Михаил занял место Люцифера в ангельской иерархии вместе вместе с своим новым пылающим мечом он встал перед Люцифером и остальными мятежниками еретиками как он их назвал и он начал судить их то есть людям он предложил отречься от тех даров от того знания которые дали падшие и вернуться к той невинности которая была у них до этого то есть они бы просто все забыли что произошло сейчас все что они узнали и они бы жили как жили а для мятежников же был только один приговор мятежников среди ангелов они должны были сдаться и быть уничтожены их просто бы не стало они предстали перед творцом и все ни Люцифера ни прочих бунтовщиков их бы не было это даже смертью не назвать однако Адам и Ева уже за это время познакомившись со своими друзьями с Люцифером и прочими которые за эту ночь успели их кое-чему еще и научить например там преступники даровали им первый инструмент чтобы те сами могли изменять реальность под свои нужды они отказались потому что они прониклись теми чувствами которые питали к ним восставшие а Михаила и Бога отвергли тогда Михаил изрек свой приговор другой он проклял от имени Бога вернее Бог говорил через его уста что все дары которые даровали восставшие обернутся против них против их желаний и устремлений благородных порывов и в итоге станут вредом для человечества то есть тот момент люди утратили свое бессмертие хотя они были единственными существами в Эдеме которые никогда не умирали тот разум который даровали им осквернители которые пытались показать им всю красоту и глубину мироздания он теперь обернулся против них теперь внутренний мир человека он неминуемо должен был затмить то что существует в реальности внешний мир и росток правды и истины которую хотели донести пятый дом он будет похоронен среди леса лжи и невежества инструменты ту возможность влиять на материю прокляли тем что люди всегда будут жаждать большего их знания их возможности будут расти но никогда не смогут догнать их стремление за то что теперь люди могут мыслить о будущем прозревать его они поплатятся тем что забудут о настоящем и прошлом и теперь их всегда будут вести желание зависть и жадность и жадность а животные которые до этого не трогали человека восстанут против ангелов дикой природы и теперь их когти будут рвать и терзать человеческую плоть в общем некая идеальная идиллия которая царила в эдеме теперь была разрушена я бы наверное тут просто некоторые люди спрашивают поможешь ли немного тут немного отойдем в сторону и твой вопрос обсудим а лилит вообще в этом плане как завязан лилит в этом плане падших она напрямую никогда не упоминалось но в дальнейшем в дальнейшем исходя из той условной роли которую ей отвели в неком металлоре метафизике мира тьмы она может теоретически быть в одном из моментов в истории падших в истории войны гнева появиться а затем сыграть свою роль в тех же в той же линейке вампиров но они идут думаю попозже так 16 секунд я пойду так продолжаем ну собственно с этого момента и начинается восстание падшие после того как они отказались сдаться и после того как их не удалось принудить к сдаче после того как были произнесены проклятия остались вместе с людьми которые не выживали точно так же повиноваться остались одни часть верных людей которые все же нашлись это было племя Авеля одного из детей Адама и Евы они все-таки покорились небесам и ушли и ангелы увели их далеко на другой край мира и затем случилось то чего никто не предполагал дело в том что почему были вообще нужны ангелы потому что бог это некий абсолют некая высшая трансцендентная сущность которую невозможно до конца постичь он создал непосредственно творение мироздание реальность для того чтобы отделить себя от пустоты и творение оно было замысленно как нечто конечное а бог был бесконечный поэтому существовал некий запрет собственный который изрек бог что бесконечно не может коснуться конечного и в этот момент когда оставшие встали против него когда случилось это событие бог нарушил этот запрет он коснул его бесконечная сущность коснулась конечной реальности произошло он прошел удар как это называют который разрушил тот идеальный эдем и впустил в мир энтропию с этого момента начинается война гнева война между небесным воинством и воинством падших ангелов и падшего человечества в целом это очень долгий период о нем очень долго можно рассказывать информации по его поводу очень много но точность всей этой информации примерно равна такой же точности как любит говорить даже не так точность там очень очень маленькая поскольку у местной географии и прочим во времени когда это все происходило очень много расплывчиво то есть в описаниях и прочим но условно можно поделить на несколько веков и ключевых дат не дата событий которые происходили последовательно собственно после того как Бог ударил по мирозданию та совершенная реальность была разрушена вся ее многомерность многослойность мгновение просто исчезли и оказались потеряны осталась голая разрушенная земля с извергающимися вулканами выжженными пустынями и прочим в котором собственно и очутились падшие ангелы спрятали верных людей возвели для них бастионы где-то далеко на другом краю мира а падшие остались в этой выжженной пустыне и тогда между ними случился второй спор вернее даже не только спор сколько еще и разделение последствия во первых что теперь им делать после того как был вынесен приговор и часть человечества отвернулась от них падшие разделились на легионы их общее воинство было поделено на пять частей это кровавый легион легион который возглавлял Белиал один из самых ближних сторонников Люцифера и собственно сам Люцифер его возглавлял также Железный легион который возглавлял эрцгерцог Дагон Эбеновый который возглавлял Авадон Серебряный который возглавлял Осмодей и Алибастровый Азраил собственно Люцифер стал принцем падших а все главы легионов стали его главными подопечными подчиненными у каждого легиона были свои собственные цели взгляды назначения но тем не менее все не поклялись верности первому ангелу и было решено воевать против Бога против Бога и небес за человечество и за тот мир который они потеряли и которые намереваются воздвигнуть снова от уже восставших людей вернее тех кто не восстали а покорились Богу племени Абеля было решено следующее что они сами , самостоятельно закрыли глаза заткнули уши и поэтому это то что они выбрали это их осознанное решение мы не вправе его оспаривать но мы не обратимся к ним напрямую мы не будем защищать их но мы будем сеять вокруг них семена и ростки знания в надежде что хотя бы один из них достучиться до их спящих разумов в итоге это произошло спойлер спойлер ну и собственно наступил век чудес так называемый когда человечество только начало познавать все дары падших когда те стали восстанавливать мир когда те стали возводить свои города бастионы изучать эту новую искаженную реальность собственно это была задача серебряного легиона вообще думаю прежде чем я продолжу надо рассказать поподробнее о легионах поскольку это один из важных аспектов в мировоззрении и прошлом вашего персонажа если вы собираетесь играть в эту линейку собственно кровавый легион который возглавил Белял он решил что главное что они главная одна из их целей это защитить человечество и бороться за построение нового мира ради человечества в общем это часть та часть воинства падших которая осталась наиболее преданно прежним своим идеалам сподвигнувшим их на восстание то они должны служить человечеству Эбеновы который возглавил Авадон это как раз таки можно сказать полная противоположность кровавому и железному легиону Авадон его эрцгерцог поклялся до конца дней сражаться против бога и небесного воинства его те кто последует за ним станут авангардом воинства падших но при этом он разгнился на людей и в целом на идею восстания поскольку посчитал что наказание которое они заслужили отречение бога проклятие себя и людей оно было совершенно несоразмерным их поступку и люди по факту их обманули либо же они сами обмнулись и должны поэтому за полученные знания за и те дары которыми наделили их падшие они должны расплатиться тем что будут орудиями слугами которые построят уже не для себя а для них для падших ангелов новый эдем люди стали просто инструментом для ибэнового легиона железный легион его возглавил догон он же также остался наиболее верным люциферу это те падшие которые остались верны своим божественным обязанностям и не придали веру в человечество человечество не заслужило презрения в их глазах и они взяли на себя роль щита стены которая встанет между этим новым искаженным миром людьми и карающими мечами и молниями небес защитники серебряному легиону было же поручено от самого Люцифера изучать тайны искаженного мира и возможности смертных открыть секреты бога обнажить его ложь и показать небесному воинству их заблуждения они должны были срывать запреты и нарушать табу в поиске истины должны были перешагнуть любые границы а либо второй легион который преимущественно состоял из ангелов смерти восставших седьмого дома ему было дозволено их дому который 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 был самым молодым и который был самым непонятным для остальных ангелов они заведовали тем аспектом мироздания которому не были допущены и которые не понимали другие дома тому самому явлению смерти им было дозволено следовать своими путями и также на них было возложено обновлять народ адам и ел поскольку они стали смертными и они должны были так же как и остальные легионы ожидать часа когда придет призыв к битве собственно вот так общество падших их воинство и разделилось у каждого легиона последствия были свои владения на земле свои города соборы цитадели бастионы и что же из этого вышло мы узнаем дальше что же могло пойти не так как говорится а пойти не так оказалось что могло все век чудес который был эпохой обновления эпохой можно сказать созидания когда еще война гнева не приобрела такой жестокости такого кровопролития как последующие столетия сменился закончился тем что некий персонаж которого мы все прекрасно знаем третий смертный или же Каин совершил впервые за всю историю мироздания осознанное убийство он осознанно убил из своих собственных эгоистических стремлений из собственного самого мана который он построил у себя в голове он убил своего брата Авеля который остался уверен Богу и тем самым Каин впустил в мироздание тьму собственно убийство это то чему и ангелы и падшие ангелы впоследствии научились у человечества эта тьма охватила все творение и пролетела везде оставив след в душах и людей и животных и демонов начинается время жестокости и начинается оно с осады одного из высоких городов небесного воинства где они одна из таких же цитаделей которые строили падшие но которая принадлежала ангелам где они утверждали свою власть над землей и охраняли людей оставшихся верными богу собственно осада это вылилось в то что город был разрушен вырезан и армия Эбенового легиона которая собственно и осуществила это действие учинила такие зверства что вроки от этого были все при этом там были не только падшие из этого легиона некоторые просто под влиянием вот этой прокатившейся волны тьмы просто в один момент в неком безумии жажда крови присоединились к этому походу и прокатились волной по ангелам верным смертным и прочим город был разрушен и там случилось случилось новое разногласие между главами воинства особенно когда подоспел Люцифер он был просто в шоке с того что Авадон и его подопечные учинили тут между ними возникла ссора и в это время начинается время жестокости а оно знаменуется тем что как раз таки война начинает приобретать иной характер то что случилось в Сагане оказалось первой ласточкой и начались тот восстановленный мир тот приведенный условно почти к совершенству прежнего Эдема мир во время века чудес он снова начал разрушаться под воздействием сражения не под воздействием а даже под от того что демоны и ангелы начали сражаться как в полную силу они начали убивать друг друга они начали расколоть землю на травлю спускать болезни с привязи и прочее прочее в общем стихийные катаклизмы сверхъестественные сверхъестественные атаки все это привело к тому что мир снова превратился в пустыню ну почти и тогда Люцифер понял что надо что-то с этим делать он пытался приструнить и привести к порядку свое воинство но его вассалы как-то не особо к этому стремились в итоге ему пришлось силами кровавого легиона и железного легиона которые остались ему верны провести долгий поход он должен был объединенное воинство двух легионов пошло войной против своих же собратьев осадила их цитадели ДДЛ Табает чтобы привести в чувство озверевших представителей этих легионов собственно гражданская война да и она завершилась удачно произошло много событий много личных драм историй которые во многом описаны в разных книгах этой линейки в которых вы можете прописать свои трагические события когда ваш когда условно брат поднял меч на брата ну и после того как удалось подчинить Авадона и Асмодея Люцифер объявляет время Вавилона тот самый великий эксперимент когда падшие пытались привести людей к божественности собственно я уже говорил о нем десять учителей которых отобрал лично Люцифер из своих самых преданных сторонников скрытно спустились к людям и начали обучать их строить великую цивилизацию прошлого которая должна была дотянуться до небес но этому к сожалению не довелось в итоге случиться собственно время Вавилона это как раз тот период о котором я сказал раньше в котором теоретически могла появиться Лилит дело в том что личность Лилит собственно большинство фанатов мира тьмы да и не только их в книжках об этом тоже пишут склоняются к тому что Лилит была первым или же одной из первых магов которые появятся в будущем и собственно падшие они воспринимают магов как как раз таки отголосок того что должно было примерно произойти во время их великого эксперимента человечество которому вновь начали даровать знания из которого начали строить высшую цивилизацию пытались их обожествить оно овладело некими сверхъестественными умениями у тех десяти учителей были ученики которые несли знания о природе мироздания и прочее в массы собственно Лилит теоретически могла быть одной из этих учениц которая уцелела и как раз таки почему уцелела потому что в конце концов великий эксперимент кончился провалом так как внутри легионов созрел заговор эта тьма она изменила падших она исказила их да и война тоже так сказать когда ты сражаешься с чудовищем ты рискуешь сам стать чудовищем ну и эти новоявленные чудовища сплели заговор в ходе которого создали нефилим союз падшего и человека дело в том что до этого такое было невозможно падшие были несколько созданий именной природы их тела те же которые видели люди в которых они ходили в материальном облике они состояли из энергии из веры они не были той самой плотью которой обладал человек и поэтому падший не мог создать жизнь как это делают люди однако одна из падших третьего дома из преступников анунаков которые владели властью над материей и даровали людям власть над ней в том числе научили ценить богатство земли пользоваться ими развивали металлургию и прочее прочее в общем она создала некий артефакт который позволил падшему и человеку создать новую жизнь она делала это в идеалистическом порыве она думала что ее ее труд принесет нечто новое поможет человечеству однако была жестоко обманута поскольку нефилим были созданы специально с той целью чтобы поработить человечество те самые заговорщики имена которых в большинстве для остальных падших остаются загадкой они вырастили из нефилим чудовищ и натравили на тех самых десяток учителей посланных Люцифером они перебили их всех и впоследствии учинили колоссальные разрушения в человеческой цивилизации которые свели на нет все труды Люцифера в этом эксперименте в конце концов нефилим отловили уничтожили а по слухам их души отдали Азраилу и по сути это уже точка невозврата после этого происходит рассеяние то есть люди забывают единый язык которому их научили падшие это некий более легкий диалект на котором говорили сами ангелы хинохианского которые смогли выучить люди и говорить на нем все с этого момента у них появляется множество языков они перестают понимать друг друга знания которыми их наделили постепенно забывают стеряются а сами падшие становятся чудовищами из мифов легенд или же просто натуральными тиранами которые убивают их терзают мучают тех кого боится человечество период слабости и этой слабостью воспользовалось небесное воинство которое до поры надолго отступило от земли оно вернулось и начало свои нападения в итоге в осаду был взят генхеном твердыня Люцифера черный собор твердыня также кровавого легиона и там падшие все проиграли Люцифера заковали в цепи как и всех бунтовщиков кто не погиб во время сражений за город и в цепях их прибылокли к месту где разверзалась пасть бездны их тюрьмы которые уготовил для них Бог полное ничто которое тем не менее ощущается падших сбросили туда и закрыли на замок от которого выбросили ключ после этого собственно и начинаются одни из главных вопросов линейки что произошло дальше на земле и куда же пропал Люцифер поскольку он шел последний в колонии бунтовщиков и никто не нашел его в бездне вот и это по сути у нас так как у нас падшие на самом деле ну очень по сути в маленьком таймлайне раскрыты то есть получается у нас история есть только в прошлом и в будущем но в будущем как я понял только через апокалипсис по сути ну не совсем дело в том что да есть средние века и привязанные и в том что привязанных отдельно потому что да чтобы и историю затронуть и то есть мы я думаю сейчас логичнее всего закончить вот на этом событии вот и поговорить немного о восприятии наверное ну вот главное главное срачи споры по поводу восприятия линейки демонов именно как бы общей космологии ну вот всякие вот несостыковки что когда происходило потому что ты сказал что у тебя ну мне даже показывал есть это интересное в принципе восприятие которое бы хорошо вписывает буквально все линейки очень да собственно то о чем ты говоришь это описано в седьмой главе книги домов падших где ну это по сути аналог клановых книг или книг племен у вампиров и оборотней или же книг традиции так и некоторые конвенции у магов только все дома поскольку их не так много как в других линейках других фракций объединены в одну книгу каждая глава посвящена отдельному дому и его истории его героев его специальных знаниях его ритуалах и прочим прочим вот собственно на заре творения как я уже сказал была многослойная реальность и поэтому вообще многие варианты того как мир произошел от большого зарыва до семи дней в которых мужик в сандалиях сотворял свет землю и воду все это в первые дни до восстания оно было актуальным оно происходило одновременно точно так же как и человек который произошел от человек подобные обезьяны а там его тогда могли быть как первыми действительными людьми в райском саду так и нашими обезьянными предками которые постепенно постепенно эволюционировали вот это первая 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 группа я забыл как этот термин называется вылетел из головы первая группа вот этих человек подобных обезьян из которых мы произошли вот и касаемо как раз таки срачей за линейку это момент из седьмой главы про ангелов смерти халаку где описывается то что перед самым восстанием узел престол разлук один из могущественнейших ангелов седьмого дома его к слову сбросили потом в бездну за военные преступления во время войны гнева вот он заметил одну штуку то что ангелы которые могли быть тогда в абсолютно любых обличиях они могли быть как теми людьми в виде с крыльями за спиной так и антропоморфными существами так и в натуральном форме ветром и прочим прочим они также могли быть и законами природы вот и он заметил что непосредственно от самого присутствия или влияния ангелов творение способно к саморазвитию оно способно даже если все ангелы исчезнут в одно мгновение то оно не прекратит свое существование ничего не нарушится а просто все пойдет своим чередом и творение способно обойтись без них с этой мыслью он пришел к богу и бог подтвердил его так сказать не за что опасения а теорию он сказал то что да ты молодец ты заметил это первым и приблизился к тому пониманию вашего будущего предназначения предназначения именно халаку потому что седьмой дом он был сотворен одним из последних и его точно предназначение как у остальных домов до конца не было явлено они были ответственно за некий второй мир который существовал отдельно но при этом было совершенно непонятно что там в этом втором мире другие ангелы к нему доступа не имели и не знали в чем его назначение внутри общего плана мироздания вот собственно и их халаку то до конца не знали у них были свои обязанности обновлять вот этот круговорот веществ в природе условной и Бог сказал то что вот ты приблизился к пониманию вашей истинной цели в моем плане и сотворение человека сотворение все что сейчас произошло это еще не конец мой замысел гораздо шире и грядет вторая эпоха творения но что это за вторая эпоха творения он не рассказал она должна была наступить но произошло восстание и собственно вот это способность творения к саморазвитию это как раз таки тот костыль который оправдывает все что угодно что происходит в любых линейках в тот момент когда падшие заключены в бездну то есть что произошло после того как заключили в бездну мир опять оказался разрушен до пустынь до выжженной земли фактически и до незаведенного до каменного века человечества и почему тогда все это вновь расцвело человек все-таки стал более умнее чем человек из пещеры пещерный человек почему когда вырываются падшие на свободу а потому что творению по факту ангелы то и не нужны она и без них прекрасно справилась став заросшим будет буйно цветущим садом вот и поэтому любое любые остальные теории которые существуют вам как других линеек там то что у феи все появилось из туманов вирт и прочее прочее то что феи в том числе сотворяли часть мира ну вернее отдельных аспектов его и то что у оборотней шла эволюция человека вновь и что они правили в каменном веке все это имеет смысл и право на существование поскольку война гнева кончилась тем с чего началась и творение было предоставлено само себе вот ну я тут немного просто про одну книгу упомянула я имел ввиду другую я имел ввиду книгу безумия да книга безумия ну она не относится к линейке падших это книжка из линейки магов там как раз таки состыковка с метаполотом демонов она в том что не только в книге безумия это упомянуто книга безумия насколько я помню есть первой и второй редакции магов третьей ее нет вроде бы но идея которую я сейчас расскажу из нее она также присутствует и в третьей редакционных книгах а дело в том что что там написано а там написано что большинство ученых магов ученых среди магов сходится в том мнении что вселенная произошла некогда из первичной реальности а первичная реальность произошла из-за некого начала единоначалия которое было изначально его можно назвать бог можно называть большой взрыв можно называть мать всего живого и прочее прочее но было некое начало которое захотел познать себя и таким образом все появилось чтобы познать себя оно сотворило из себя чистых и чистые начали познавать начало и тем самым они сотворили первичную совершенную реальность которая затем по не совсем понятным для магов причинам перестала существовать рассыпавшись что произошло конкретно да черт его знает на самом-то деле есть теории что часть чистых в процессе этого познания и будущие существования свободной воли добровольно преодолись злу и исказили первичную реальность есть мнение что постепенно в ходе этого познания в ходе этого сотворения первичной она оказалась перегружена и таким образом искажена но в итоге после того как первичная реальность рухнула чисто исчезли остались целестины инкарны и прочие духи умбры ну и собственно умбра это тоже часть первичной реальность которая отделилась от материального мира они изначально были едиными но теперь отсоединены ну и вот все эти духи умбры это частицы осколки или порождение чистых которые представляют определенный какой-то аспект первичной реальности и вообще мироздания в целом поэтому собственно умбры есть некие дуальные мотивчики вроде высшей и темной умбры высшей живут некие целистины небожители в низшей вирм мелфолас демоны умбральные демоны о которых мы сейчас говорили и прочее которые представляют собой таких неких антагонистов отвечающих за определенные аспекты в мире вроде там добродетели небесного огня и прочего прочего тьмы в том числе вот есть также что-то нечто посередине например пенумбра и вот эти царства природы и прочее ну и все это вот вся эта идея с чистыми началом единочалием богом первичной реальностью но несколько перекликается с событиями падших то есть падших у нас тоже присутствовал некая идеальная изначальная первичная реальность линейки демо которая была многослойной многогранной но впоследствии она разрушилась в ходе удара бога по мирозданию и реальность стала искажена как все мироздание но как я помню это вторая редакция это еще до линейки демонов это было до линейки демонов да но при этом вот эти чистые и вот это единое единочали она упоминается также в помощники а нет в руководстве рассказчика магов третьей редакции упоминается оно в тройбуке вербен которые ну вообще как-то не очень подвязываются с монотеистическими вайбами а также у хористов она упомянута но это так то что я на вскидку вспомнил то есть эта идея она не исчезла из второй редакции она получила развитие ну еще не стоит забывать что ангелы и до этого были в линейке вампиров например да да ангелы были в линейке вампиров демоны точно так же присутствуют да да ну ну тут с бали не совсем так однозначно поскольку они служат детям первородной тьмы и это типа нечто хтоническое что не совсем вяжется с вот той авраомистической парадигмой то есть то что было изначально до того как было сотворено мироздание дети первичной тьмы которую осветил бог и его ангелы типа это еще более злобные твари да 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 и они спят они были низвергнуты из этой тьмы отделились от нее и как вот некие темные осколки спят где-то внутри земли и если они проснутся то сущему придет конец вот есть кому еще проснуться да 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 ну собственно у оборотней также были там подвязки с монотеистическими религиями ну не то что верили верованиями да у тех же бастет упомянут монотеистический бог в их легенде о происхождении мира а также в корнике а также в корнике третьей редакции темных веков у оборотней в описании такого умбрального царства как бездна указано что некие теурги предполагают что там сидят некие первородные духи хаоса которые были и до триата и до гаи которые сотворили мир а затем исчезли их сменил триат и гая ну и всякие эти спящие твари вирма древние которые да да непонятно вермонуты это тварь или просто эта тварь собственно у тех же оборотней всегда есть некий собственный теологический диспут что было первее гаи или триат или те самые духи хаоса игру это интересно именно когда начинаешь кроссоверить но в целом все таки я считаю что все таки какая линейка те и правила как потому что я тут недавно по моему опыту скажу что я скроссоверил все линейки и блин у игроков игроков наверное мозги сгорели короче особенно когда им маги начали рассказывать про космологию про про умбру там типа все вот это там просто и блин нет нафиг особенно с их древом жизни и колесом сансары это вообще ну я думаю на этом стоит закончить и хронологически следующий подкаст сделать про привязанных и продолжить нашу историю как раз логически продолжение угу ну что спасибо что пришел был рад послушать на самом деле интересные истории и в конце мы еще и порассказали интересные вот эти взаимосвязи с другими линейками и в целом с кроссовером да спасибо что меня слушают и зовут вот вот давайте до новых встреч пока пока